Что ж, коллеги, всем добрый день. Участники у нас с вами уже онлайн. Аня, здравствуйте. Пожалуйста, отметьтесь в чате плюсиками. Давайте с вами поздороваемся, чтобы понимали, да, что мы можем начинать с вами. Минутка в запасе есть. Ждем ваших реакций в чатике нашему. У нас даже сегодня такой хороший солнечный день. Будем сегодня заряжаться Маврикием солнечным. Нам сегодня сколько обещали? 21 градус, да, коллеги? Кто был уже на улице, поделитесь, как сегодня истину глаголя. Есть ли 21 градус? Сегодня, говорят, самый теплый день будет. Будем надеяться, что не последний будет теплый день у нас. Мы уже на хорошей, как финишной, прямой весны не были, так что должно быть все уже. Погода обещает хорошую. Ну что ж, коллеги, еще раз всем добрый день. 12 часов. Начинаем наш вебинар. Да, сказали, что сегодня чудесная погода, поэтому отправляемся сегодня на чудеснейший Маврикий. Будем с вами говорить об отелях сети Мариотт на Маврикии. На сайте OneTouch Travel, системе онлайн бронирования, обращаю ваше внимание сразу, да, что рассчитаны все цены по Маврикии, а также есть множество акций, когда можно улететь на Маврики по самым выгодным предложениям. И не забываем об акции для турагентств. Бронируй Маврикии и отдыхай, опять же, на Маврикии бесплатно. Все условия акций прописаны на сайте OneTouch and Travel, раздел новости. Поэтому, пожалуйста, смотрите, участвуйте. Мне кажется, отдохнуть на Маврикии, тем более бесплатно, это просто отличный бонус и стимул бронировать Маврикии. Ну что ж, как я уже сказала, сегодня с вами будем говорить о сети отелей Мариотт. С нами сегодня представитель сети Надежда Дубарсова. Надежда, добрый день. Рада, что вы сегодня с нами. Всегда, Надежда, приветствую. Переходим к теме нашего вебинара. Сразу скажу, что запись вебинара будет выложена в наших социальных сетях YouTube и YouTube. Кто вдруг еще на нас не подписан, пишите, вышлю ссылочку, подскажу, как нас найти. Ну что ж, начинаем наш вебинар. Надежда, вам слово. Да, спасибо, Надежда. Дорогие коллеги, рада всех приветствовать. Сегодня расскажу про чудесный в Маврикии замечательный остров. Если кто-то не был, то обязательно стоит побывать хотя бы раз в жизни. Остров уникальный, потому что если мы говорим про острова Индийского океана и те же Мальдивы, Сейшелы, Маврикии, очень трудно и сложно сравнивать между собой, я бы сказала, даже не стоит абсолютно. Маврикии остров уникальный сам по себе, вулканического происхождения. Он очень зеленый, очень красивый. И действительно есть что посмотреть. Очень много экскурсий, несмотря на то, что это можно совместить с прекрасным пляжным отдыхом. В сети отелей Мариот представлено три отеля. Премиальный отель пятерка Deluxe – это JW Мариот. Хорошая базовая пятерка – это Le Meridian Elmuris, отель, который прошел глобальную реновацию и сейчас прекрасно выглядит. Вот о нем немножко позже, да, обратим тоже внимание. The Western Turtle Bay Resort and Spa Mauritius – это тоже хорошая классическая пятерка. Все отели достойные, я считаю, на любой вкус и возможности по бюджету. Здесь, если мы говорим на карте, да, представлена локация, где расположены отели. Справа видно, да, точнее слева, так как вам будет видно, аэропорт, где находится. И JW Мариот, который расположен на юго-западе, на юго-западном побережье. Le Meridian и Westin стоят рядышком, где-то минут 10, друг для друга, заговариваясь, простите. Вот, в общем, они рядом, 10 минут езды, и находятся они на северо-западе. Если мы говорим о той же сезонности Маврикия, вот действительно здесь есть некоторые нюансы, где-то агенты смущаются и, может быть, что-то не до конца знают и понимают, то когда на Маврикии наступает зима, то бишь это наше лето, это с мая по сентябрь, мы находимся на западном побережье. Температура воздуха падает где-то приблизительно 25-27 градусов, ветра, мусоны, бывают дожди, ну это глобально, да, маврикийская зима, но это наше комфортное лето. Температура воды может достигать в среднем 22 градуса. Вот если мы рассматриваем с вами западное побережье в период маврикийской зимы, то здесь можно смело отдыхать, даже вот в особенности это JW Мариот, потому что мы находимся на побережье Леморн, побережье протяженностью 6 километров, и гора Леморн закрывает, да, то есть вообще западное побережье, это не подветренная сторона. Точно так же можно рассматривать Лемеридиан и Вестин. Чем же это уникально и хорошо? Например, люди, которые, может быть, не очень хорошо переносят жару и хотят скомбинировать, купаться можно смело. 22 градуса, я считаю, это хорошая такая бодрящая вода. Кто спортивный, тому прекрасно, да, если хочется чуть-чуть воду потеплее, есть и бассейны, есть и океан, можно все комбинировать. Глобально очень комфортно для путешествия, для экскурсионки, то есть для посещения различных мест, потому что что посмотреть на Маврикий, это действительно очень много всего интересного. Переходим как раз сейчас к JW. Вот. Даже вода бывает теплее. Но это, я вам говорю, очень усредненные такие, как бы, да, параметры. То есть всегда это можно посмотреть. Дальше, смотрите, JW Мариотт у нас расположен на юго-западе, как я показала на карте. Здесь мы находимся возле подножия горы Лиморн. Побережье километр пляжей, пляж очень хороший. Действительно, при выборе отелей на Маврикии нужно уделять этому особое внимание. И здесь действительно у нас километр пляжей, весь километр, он купабельный. Очень хороший, комфортный заход в воду. Вот. Потом за вами сразу, да, расположена гора, которая находится под охраной наследия ЮНЕСКО. Это гора Лиморн. Вот. Поэтому здесь, конечно, отель сам по себе очень уникальный, выполнен в классическом колониальном стиле, очень элегантный. В отеле у нас 169 номеров, поэтому действительно наш турист очень любит этот отель, он востребован и очень популярен. Поэтому следующим слайдом давайте посмотрим, как выглядит карта. Здесь у нас наши номера, то, что выделено более ярким цветом, это номера, которые у нас бич-фронты. Номерной фонд у нас всего 169 номеров. Это двухэтажные небольшие домики бунгало, и расположены они в форме, выглядят как бы подковки, то есть от бич-фронтов, которые расположены ближе, да, к набережной, к побережью, к пляжу. То есть буквально минуту вы открыли террасу, дверь, вы выходите, вы сразу на пляже. Следующие категории номеров, которые поодаль доходят, то джуниор-сюта. У нас всего 11 категорий номеров, они будут уже не бич-фронт, и просто небольшой такой садик внутри, с видом на садик. Но до пляжа также буквально 2 минуты. То есть вы вышли из своего номера и ножками дошли до пляжа, буквально там 3-4 минуты, и вы находитесь на побережье. Очень удобно, очень комфортно, потому что все наши лежаки и шезлонги имеют прекрасную возможность батлер-сервиса обслуживания. Вот. На следующем слайде видно, да, как выглядит отель. Сейчас коллеги вот отлистаю сюда. Здесь очень хорошо видно с высоты птичьего полета как раз как выглядит отель. Территория очень зеленая. Есть возможность, да, заказать экскурсию и подняться на гору Лиморн, посмотреть все с высоты птичьего полета. Безумно захватывает дух. Виды потрясающие. Причем гости могут подниматься с разным уровнем подготовки. Можно подняться на среднюю плату, можно, если у вас хорошая физическая подготовка на более, да, самую высшую точку. Она порядка где-то 850 метров высоты. Вот. Поэтому здесь, пожалуйста, это как одна из опций, что можно посмотреть и чем заняться. На пляже у нас работают батлеры. Вообще все категории номеров обслуживаются батлерами. Батлер-сервис, да, также можно спокойно продолжать отдыхать, нежиться под солнышком. Батлеру заказать, например, если вы не хотите идти в ресторан на ланч, что, пожалуйста, обед можно заказать, да, легкие закуски из японского ресторана. Вам приносят красивый бента-ланч, где могут быть суши, сашими, напитки различные. Вот. Поэтому здесь сервис работает у нас до 3 часов дня, поэтому можно спокойно перекусить прямо на пляже. Очень комфортно оборудован пляж, шезлонги, лежаки. Везде лежат большие красивые бирюзовые полотенца. Вот. Поэтому очень комфортно. Также мы предлагаем различные пикники. Если вдруг захочется выйти в территорию отеля, конечно, в ближайшем доступе сразу прям ничего нету. Нужно ехать где-то приблизительно плюс-минус 25 минут. Ну, то бишь, если вы хотите посмотреть что-то более глобальное, например, съездить в национальный парк «Газела», или посетить французские старые поместья «Шато», поперемещаться по острову. Но, например, если вы хотите прямо недалеко от, как говорится, самого отеля, есть прекрасная возможность организовать романтический пикник с видом на гору, встретить закат, да, может быть, пофотографироваться, какую-то фотосессию, или у вас день рождения, или юбилей, как вариант, как опция, мы такое тоже предлагаем. Потом у нас в отеле представлены в бот-хаусе разные возможности аренды лодка-катеров, например, Sea Lounge Excutions Bennington лодка, да, вы можете ее арендовать, как, например, на частный приватный снорклинг, или на компанию друзей, где-то вместимость 8-10 человек, если вы хотите сплавать на круиз. И действительно уникально, потому что сам отель, сам пляж, сама гора, они не только прекрасны с побережья, обязательно нужно отплывать, обязательно нужно смотреть именно как раз с территории воды, потому что виды потрясающие. И если вы плывете вдоль, например, побережья Лимон, можно посмотреть, доплыть на небольшой бухточке, где плавают эндемические дельфинчики, можно поплавать с кашалотами. Горбатые киты, конечно, это все-таки сезонная история, они проплывают с ноября по апрель, но тем не менее, да, то есть остров безумно зеленый, безумно красивый, у вас одновременно, например, может быть, 5 минут светить солнышко, идти параллельно дождик, а посередине большая красивая радуга, и все это сменяется молниеносно. То есть, конечно, Маврикия – это про природу, это очень яркие краски. У нас недалеко находится, как раз вот то, что я говорила, если вы плывете вдоль побережья Crystal Rock, на снорклинг два раза в день выплываем, у нас это бесплатно, услуга от отеля, можно сплавать на сноркл, и, например, два раза в день также бесплатно плавает глаз ботом, лодочка со стеклянным дном. Если, например, вы с детьми и детей не можете взять на снорклинг, то точно так же по расписанию два раза в день глаз ботом. Соответственно, верховая езда тоже, пожалуйста, вдоль побережья, если вы увлекаетесь верховой ездой или хотите только попробовать. Побережье очень длинное, красивое, поэтому тоже как одна из возможных опций. Моторизированный, не моторизированный. У нас представлены всевозможные виды спорта. Падалборд, каякинг, педалбоу тоже ножками покрутить, под солнышком и позагорать, и посмотреть на красоты. Поэтому тоже прекрасно. У нас бесплатно представлены водные лыжи. Если кто-то хочет попробовать, пожалуйста, все это можно посмотреть, изучить меню, какие предоставляются опции в боутхаусе. Точно так же там можно, например, посмотреть аренду, если вы хотите поплыть на рыбалку на голубого марлина или, допустим, дайвингом занимаетесь. То есть все меню, все перечень услуг и стоимость аренды различных лодок точно так же представлены. Айнклаб, престиж, это одна из лучших школ кайтсерфинга. Все заядлые кайтсерфингисты, где тусуются, конечно, у нас. Поэтому отличная волна, отличные кайтспоты. И были как-то вопросы, ветреные или неветреные. Это находится в конце побережья нашего протяженности, километр. Как раз, где будет дальше, покажу по схеме, стоит наша вилла. Из-за виллы находится сразу школа кайтсерфинга. Поэтому если вы только начинающие, или вы уже профи, ваши туристы, ищут отличную школу кайтсерфинга, где покататься, пожалуйста, в отеле GW Marriott представлены шикарные кайтспоты. Сабраж. По вечерам гости собираются. Вообще отель очень такой, знаете, элегантный, достаточно спокойный, но при всем при этом у нас присутствует интертеймент, живая музыка. Гости спокойно отдыхают, расслабляются. И действительно, это какая-то уже классическая такая традиция, встреча, заката. Когда еще до ужина остается там пару часов, и гости собираются перекусить, выпить шампанское, розе. Вот традиционный Сабраж, да, это как символ радости, успеха. Это очень такое праздное, как бы, действие, да, вам приносят саблю. Вы выбираете бутылочку прекрасного, не знаю, шампанского и торжественно открываете бутылку. Конечно, виды захватывают дух, прекрасный закат, вкусное шампанское. Атмосфера такая очень праздничная. Вот, поэтому, если кто-то не умеет, хочет научиться, обязательно наши сомелье вам помогут и все расскажут. Дальше, наверное, гости уже очень спокойно как-то отдыхают перед ужином. Ну, у нас играет живая музыка в различные тематические дни. Отель тоже подготавливает какую-то программу. Вообще у нас ежедневно что-то проходит. Бывает скрипка живая, могут играть на сексофоне. Вот, конечно, это все с закатом потрясающе. Если у вас чистое небо, вот хорошие погодные условия, то последний закатный луч, когда опускается за горизонт, вы можете увидеть такой рассеивающийся зеленый луч. Это такое, как бы, не сказать, что редкое явление, но это то, что можно увидеть своими собственными глазами. Закаты безумно красивые. Вот, поэтому и пофотографироваться, и выпить шампанского, и послушать музыку, и вообще, конечно, насладиться красотами острова. Делаем различные тематические вечера. То есть если у вас есть юбиляры, новобрачные, или, может быть, молодожены, очень популярно не у нас, конечно, но эту традицию было бы неплохо, да, как-то практиковать и вводить. Если у вас юбиляры, например, день рождения, или просто пара едет, хочет как-то отметить какое-то событие, у нас есть renewal of walls, то есть обновление и обмен клятвами. Не обязательно ждать какого-то повода, чтобы сказать, я люблю тебя, это можно сделать очень красиво, очень романтично. Коллеги в отеле действительно помогут, организуют все на высшем уровне. Также у нас есть возможность посмотреть звездное небо с нашим звездочетом, звездным гуру или астрономом, пожалуйста, мы его называем по-разному. По средам, по пятницам, да, приходит наш звездочет, с которым вы можете в телескоп посмотреть различные созвездия. Все-таки мы находимся за экватором, это другое полушарие и другие созвездия, и есть прекрасный феномен ящика Пандоры. То есть когда в южном кресте четыре звезды его образовывают, вы смотрите, вы видите просто кусок черного неба, а глазом, да, вы смотрите в телескоп, а там как будто кто-то выбросил бриллианты или жемчуг, рассыпал очень много-много ярких таких звездочек. Это безумно красиво. Все понятно рассказывается, очень интересно, как говорится, для глаз язык не нужен, поэтому если погодные условия позволяют, это мы можем либо перенести, если там, например, да, не очень видно, но зачастую видно все прекрасно хорошо. Вот, поэтому различные звезды, созвездия, Сатурн можно увидеть. Это очень как бы интересно, и даже вот для подростков тоже так познавательно потренировать и английский, и можно астрологию. Вот, поэтому здесь у нас также в отеле представлен свой собственный садик со специями, отдушина наших шеф-поваров, можно прогуляться, можно посмотреть. Совершенно фантастический спа, огромный, просторный, и у вас есть отдельная зона отдыха и релаксации. Допустим, если, да, вы вышли только после массажа, хочется еще побыть в таком каком-то обнуленном состоянии, можно выпить чай травяной, насладиться прекрасными видами. Зачастую, да, девушки подольше остаются в зоне релаксации. Вот, поэтому спа у нас, да, есть спа в комнате на два человека, тоже можно, например, если это пара, парный массаж заказать. Вот, меню достаточно большое, разнообразные, разные виды массажа, можно попробовать скорап или какие-то другие процедуры. И сейчас у нас в спа-косметика представлена премиального класса Marges, причем сделали очень большой красивый стенд, как в спа-клиниках, где представлены различные сыворотки, крема, поэтому здесь действительно стоит обратить внимание, может быть, и каким-то приятным бонусом что-то купить тоже себе в частное использование. Отель семейного формата прекрасно подходит как и для пар, так и для семей с детками, очень много приезжают с детьми. У нас совершенно потрясающий детский клуб. Можно сделать, например, пикник тоже, да, семейного формата, позаниматься йогой. Здесь как раз невооруженным глазом видно красоты и возможности нашего пляжа. То есть если вы активный йогу, есть и, да, как бы асана делаем профессиональный с йогом. Если вы хотите семейную йогу, тоже можно по запросу. Вообще у нас достаточно большое представлено расписание, что происходит на ежедневной основе. Мы его дорабатываем, дополняем, поэтому если кому-то будет интересно, после презентации будут высланы все материалы, где можно, допустим, посмотреть daily activity, что происходит на ежедневной основе. Как возможность, да, встретить рассвет, это йога, это прекрасно. Детский клуб очень большой, очень красивый. Мы сейчас как раз проходила католическая Пасха, и в отеле готовили большие красивые яйца из папье-маше, делали небольшой такой челлендж-квест для деток, которые искали эти яйца, и там внутри разные сюрпризы. Здесь очень тоже много проходит разных активностей. У детей есть своя внутренняя площадка. Здесь есть и бассейн, и горка, по которой можно полазить. Деток мы принимаем, классическая схема от 4 лет, да, без сопровождения взрослых. Есть няня по запросу. И, конечно, что немаловажно, детский клуб работает до 10 часов вечера, поэтому можно тоже, да, самому или самой прекрасно провести время. И с детками поиграют, деток покормят, поэтому клуб действительно оснащен всеми современными игрушками, машинками, ходунками. Очень весело и здорово ребяткам. Действительно, тинейджеры. Чем же заняться тинейджерам в нашей модели? Это та категория детей, которым действительно уже не подходит детский клуб, скучно с родителями. Вот для тинейджеров у нас проходят тоже всевозможные различные мастер-классы, учатся делать коктейли, играют в скраббл, пляжный теннис, волейбол. И дополнительным возможностью, сейчас следующим слайдом, да, покажу, как выглядит наш тингей. Также у нас есть возможность как и для тинейджеров, для деток и для взрослых. У нас есть совершенно чудесный кинозал на 32 места. Здесь расписание в течение дня, в первую половину мультики, всякие фильмы для детей, в вечернее время уже фильмы для взрослых. Поэтому если вдруг заскучали от островной жизни, захотелось почувствовать городской, пожалуйста, вечером, как одна из развлекательных опций, это посещение фильма, кино. Вот она, та самая тингема, о которой я говорила, да, про подростков, где, конечно же, собираются, кучкуются мальчишки и девчонки поиграть в Sony, 3D-виртуальная реальность, аэрохоккей, бильярд. С вами постоянно находится куратор, аниматор, да, кто-то за детками присматривает, поэтому можно в настольные игры поиграть. И вообще очень здорово, потому что Маврикия – это англо-франко-тоже, да, говорящая страна, поэтому попрактиковать язык тоже очень здорово. Сейчас, дорогие коллеги, мы переходим к номерному фонду. Здесь у нас представлено, да, 11 категорий номеров. В моей презентации мы будем идти как раз в более высоких категорий номеров до более базовой категории номера. Можно посмотреть, как выглядят, да, номера очень такие элегантные, классические, в таком классическом колониальном стиле выполнен отель, но при всем при этом они сохраняют свою современность и эргономичность. Здесь у вас различия вообще самих домиков бунгало – это первый этаж и второй этаж, все, что у вас будет beach access – это на пляже, все, что это балконе – это будет на втором этаже. Престорные банны, очень удобные туалеты, террасы красивые, то есть номера очень такие spacious, просторные, комфортные. Например, на террасе вы можете почитать книжку, отдохнуть, не знаю, заказать чай в номер. Соответственно, самые популярные – Limorne, Belcony и Beach – это beachfront, которые ближе всего к пляжу расположены, то есть там буквально, я не знаю, минуту спустились, и вы прям сразу на пляже. Peninsula, Belcony, Peninsula Beach Access – это тоже, да, очень востребованные номера. У вас отдельная гостиная, у вас отдельная своя собственная спальня. Их хорошо очень видно на первом слайде на карте, можно ориентироваться, да, если у вас тоже турист какой номер выбирает, чтобы было быстрее и понятнее. Мы их выделили более таким контрастным цветом. Совершенно фантастические номера Manor House Passuit. Они порядка 150-200 квадратных метров, очень просторные, очень светлые. Находятся они в главном корпусе Manor House, как раз вот на первом этаже у нас расположен основной главный ресторан, на него идут уже номера. И номера действительно популярны у нас у гостей с мусульманскими корнями, потому что Ближний Восток хорошо бронирует. Если хочется более такой, да, приватности, вот, пожалуйста, у вас еще даже огромная ванна-будуар, где расположены массажные кресла, то есть можно на какие-то СПА-процедуры заказать в номер. Heritage Balcony и Heritage Beach Junior. Вот эти тоже сьюты очень популярны. Они идут немножечко дальше, чем Пененсула-Лиморн. Вот, у них тоже вид частично будет на садик, частично на океан. То есть, как я говорила, все номера расположены вот по подковке от пляжа и к садику. В номерах, когда гости заезжают, обязательно всегда предоставляем Welcome amenities. Чудесные шляпки, сланцы, очень мягкие тапочки. Красивая такая в колониальном стиле плетеная корзинка с фруктами, бутылочка шампанского, шоколад. То есть, гостей очень всегда встречают радужно, тепло. Следующая категория номера – это Ocean Heaven Balcony и Ocean Heaven Junior. Таких у нас всего 22 номера. Они немножечко тоже вот по отдали расположены. По метражу уже наши Junior Suit, они по 65-75 метров квадратных идут. Тут тоже просторная ванна огромная. Косметику мы сейчас используем в номерах Espray. Это Великобритания. Вот, поэтому качество очень хорошее. Есть всякие сольки приятные, там, крема, лосьоны. Вот, поэтому здесь, если кто-то хочет понежиться в ванне с лепестками, роз или, например, там, с бокальчиком шампанского, пожалуйста. То есть, номер у вас еще и с прекрасным видом на сад и частично там уже на океан. Ocean Junior Suit. Здесь категория номера, как раз вот у вас уже видно, да, что она выходит на садик с видом на садик. Вообще, все категории наших номеров с максимальным размещением – два взрослых, два ребенка. Например, в Ocean Junior, да, видно диванчик, который стоит, как Soho Bed. Вот, если его разобрать, то получается убрать подушки, хорошая, полноценная такая, да, односпальная кровать. Вот, поэтому для детишек мы ставим Baby Coat для малышей. И обычный стандартный Junior Suit. Тоже, да, видно, как выполнен номер. Номер красивый, номер просторный. Здесь мы тоже размещаем два взрослых и два ребенка. Базовая стандартная категория номера у нас 65 квадратных метров. Сейчас, дорогие коллеги, мы переходим, да, к гастрономическим возможностям отеля. Здесь у нас представлено 4 ресторана, 3 бара. Совершенно прекрасный ресторан азиатской кухни Ацуков, в котором, да, мы недавно открыли зону Типаньяки. Если, например, вам хочется заказать себе на ужин зону Типаньяки, да, лучше, конечно, заранее. У нас проходит два сетапа, два по времени, когда это 7 вечера и 9 вечера. Если у вас компания отдыхает, да, друзья или большая семья, очень здорово такую вот возможность заказать себе ужин интерактивный. Вообще отель работает на максимальном типе питания, full board. Вот, поэтому с концепцией Dine Around, то есть если вы даже забронировали half board или full board, у вас есть возможность посещать наш ресторан а-ля карт на ужин. Следующий ресторан – это Floating Market, тоже очень такой сдержанный, очень элегантный ресторан, совершенно с фантастической подборкой, да, винной карты, очень, причем премиальные есть напитки, есть различные розы, вина нового света, но это только часть того, да, что я, как бы, вам говорю. Ну, конечно, потрясающая винная карта, на которую стоит обратить внимание, очень вкусные суши, различные там блюда из рыбы, поэтому здесь представлена такая комбинация тайской, малазийской, вьетнамской кухни блюда фьюжен. В основном тоже пары приходят, семьями отдыхают, как плавучий рынок, окруженный водой. Ресторан «Индия», он пришел в небольшой такой ребрендинг и небольшую, да, космическую реновацию, до этого он назывался «Симпли Индия», сейчас шеф-повар к нам приехал из Дубая, и мы сделали ее немножечко адаптированную на европейский такой манер, блюда фьюжен, то есть даже если это что-то очень такое классическое индийское острое, то, да, мы можем это есть, и все острое тоже подается отдельно, поэтому это безумно вкусно, ресторан тоже очень популярный, всегда, ну, к людей приходит. «Ле Мануар», наш основной главный ресторан, который работает, вот видно как раз на первом этаже, который работает на завтраке тоже и на ужины, шведский стол, причем мы сделали недавно, да, дорасширили опции интерактивных буфетов, действительно, выбор еды потрясающий, потому что у вас и большой выбор фруктов, всевозможные детоксы, смузи, соки, даже есть гречка, например, кому нужна пшенка на воде, но это как опция. Очень много готовят всего вкусного на завтрак, там, блюда из яиц, различные выпечки очень много вкусной французской, сыры представлены, различные виды рыб, поэтому действительно, как бы в плане питания очень разнообразное, очень вкусное, все очень свежее. Недавно как раз, да, интерактивные буфеты, вот как у нас выглядят, можно посмотреть. В дневное время мы их используем, например, если вы хотите взять мастер-класс по приготовлению, кукинг-классы, да, с семьей, днем можно с нашими шеф-поварами попробовать какие-то свои, да, потренировать кулинарные навыки или научиться чему-то. The Boat House, again, Beach Grill and Lounge. Здесь ресторан у нас представлен средиземноморской кухни, причем действительно шеф-повар из бодрума, добавлены нотки айгейской кухни и представлены различные платы мезе, безумно вкусные гриль различные, да, морепродукты. Вечером, если вы приходите на ужин, выбираете этот ресторан, он, конечно, очень востребованный, на обед гости приходят и на ужин, потому что он находится прям сразу на побережье. У вас большая витрина свежевыловленного улова, с сегодняшнего дня лежат там разные рыбцы огромные, красивые, вот, поэтому можно даже тебе заказать гриль барбекю. Вот, опций много, ресторан отличный, поэтому тоже имейте, пожалуйста, в виду. Недавно мы открыли кондитерскую La Patisserie для любителей, для сладкоежек, всяких возможных сладостей, шоколадки ручной работы, кексики, пироженки, очень вкусные. Можно попробовать различные сорта кофе, поэтому тоже, да, или, например, собрать себе корзинку и отправиться на пикник на гору Леморг, как вариант. Да, мастер-классы, которые я вам говорила, да, вот интерактивные буфеты, то есть, пожалуйста. Наш пляжный клуб. Наверное, уже такой предзакатный час, когда гости собираются, вот, где играет живая музыка, где мы делаем сображ, мы хотим немножечко модернизировать, улучшить наш бич-клаб и сделать его похожим на такой, да, стилизованный под Ибицу. Вот, поэтому это как опция, как вариант. Дорогие коллеги, также очень прошу обратить ваше внимание. У нас в конце нашего пляжа, в конце побережья стоит вилла, самая большая в Индийском океане, 1659 квадратных метров наша вилла. Это комплекс из четырех спален с максимальным размещением, 8 взрослых, 8 детей. И сейчас у нас действует прекрасный инсентив на виллу. Если вы бронируете виллу на семь ночей, это как раз агентский инсентив, мы дарим вам шесть ночей на фуллборде на двоих в JW. Поэтому, если вдруг у кого-то есть еще желающие на майские праздники, кто-то не определился, кто-то думает, потому что вилла не стоит космических денег, можно запросить стоимость у наших дорогих партнеров в OnTouch Travel. Если мы сравниваем, например, с тем же направлением, например, да, это просто как вариант, там, те же Мальдивы, здесь, конечно, по цене получается более приятное ценовое предложение и прекрасная возможность приватного проживания, потому что на виллу у нас работает отдельный свой персонал, отдельно свой штат сотрудников, это и баттлеры, и шеф-повара. Виллу вы можете, вот на схеме на следующем слайде видно, да, структура, как у вас расположены комнаты, у вас по циферке 1 отдельный свой въезд на виллу, и вы можете, например, забронировать ее как двухспальную, трехспальную или четырехспальную. По циферкам 3 и 4 две спальни, и 5 и 6 тоже отдельно две спальни. Та спальня, которая номер 5, она идет как мастер-бедрум, к ней привлекает вся основная инфраструктура с бассейном, но при всем при этом у вас каждый номер, каждая своя спальня тоже имеет отдельный бассейн. По циферке 8 у вас есть своя отдельная обеденная зона, есть небольшой хамам, спортзал, отличное купание, очень хороший пляж, поэтому здесь вот, да, больше про приватность. Давайте посмотрим, как вилла выглядит на следующих слайдах, да, видно, как выглядит спальня, терраса, отдельная гостиная, конечно, почти 1700 квадратных метров. Здесь, если это несколько семей или компания друзей, может быть, это день рождения или юбилей, поэтому подумайте, у кого какие есть запросы, мы будем рады, да, поделиться более детальной информацией, что-то рассказать про виллу, вот, можно даже какую-то себе вечеринку организовать приватную, услуги батлера, шеф-поваров тоже, да, сказала. Возможность как раз воспользоваться вертолетом. Вообще на Маврикии прекрасные вертолетные экскурсии, которые нужно бронировать гораздо сильно заранее, потому что это очень востребовано, или можно полетать на гидросамолетах. Здесь у нас как опция рассматривается, возможная просто опция, да, использовать тот же вертолет как трансфер, но тогда, например, ваш багаж поедет отдельно в аэропорт, чемоданы, да, поедут отдельно, поэтому что может быть не очень комфортно, но это если у вас такое какое-то есть пожелание, у ваших гостей есть такая опция. Вот, вообще на Маврикии лучше всю экскурсионную программу, все экскурсии продумывать заранее, обсуждать с вашими туристами тоже заранее, потому что, конечно, посмотреть с высоты птичьего полета, вот, оптическая иллюзия, обман подводного водопада, хотя на самом деле это всего лишь навсего так растет коралловый риф. Как раз вот тоже видно на углу, да, там наша школа кайтсерфинга, где волны, причем это достаточно далеко, иногда у агентов возникают вопросы, не сильно ли там ветрено. Нет, очень комфортно, потому что на самом нашем побережье очень тихо, очень комфортно, ветра сильного нет. Давайте, наверное, сейчас посмотрим видео. Надежда нам поставит видео, как раз JW, Марио. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Заранее записаться, что вы хотите на экскурсию. Это одна из возможностей отеля. Попробовать различные сорта кофе. В течение дня в нашем баре предлагается очень вкусное мороженое, сорбе, подходительные напитки. Пти-пла в предзакатный час. Опять же, когда гости собираются встретить закат, выпить бокальчик холодненького розы, мы предлагаем такую закуски маленькие пти-пла. То же самое, наподобие как пинч с этапосом. Вот. Спарклинг, аперитив. У нас работает в отеле Джоанни Бальзани. Это известный миксолог. Он готовит совершенно фантастические авторские коктейли молекулярные. То есть даже если у тебя, например, коктейль на основе водки, это все безумно очень красиво. Ты даже не понимаешь, что она идет в основе. То есть это помимо вот, да, какое-то буйство красоты, еще совершенно фантастический вкус. Пробовала сама лично, поэтому вот, да, в следующий раз я уверена попробую что-то другое. Поэтому обязательно вот во внимание. Осоли. Предзакатный час, когда играет живая музыка, гости пьют различные, там, коктейли, соки, отдыхают как раз вот на, около бара эта территория. И очень здорово, что, например, вечером громкая музыка, то есть просто от живого джаз-бенда, она сменяется, например, там, в стильную музыку от Ибица. А вечером, чтобы сильно не шуметь, гостям просто выдают отличные наушники бумбоксы. Сложно не танцевать, но ты можешь выбрать любой репертуар и сидеть просто хочешь медитируй, хочешь танцуй. Это не мешает совершенно никому. Поэтому отель, он действительно очень классный. Он с фишками, он современный. У него потрясающие, очень красивые номера. Здесь как раз слайд представлен Lameridian Royal Suite. Мы идем от самой высокой категории номера также к стандартной базовой категории номера. И в Ламеридии у нас представлено пять категорий номеров. Royal Suite – это 150 квадратных метров, да, изумительной красоты, потому что у вас на верном фонде все, что домики с медонином – это двухэтажный сьют. Вы заходите, вот где у вас гостиная, да, и шикарный панорамный вид на Индийский океан, вы поднимаетесь наверх. Спальня, комната и потрясающая такая большая терраса расположены на втором этаже. Мне кажется, это прекрасная категория номера. Подойдет для молодоженов, для парочек, поэтому тоже, да, если у кого-то есть такие запросы, можно рассмотреть. У отеля классические номера в современном стиле, они очень эргономичные, система «Умный дом», то есть ты ложишься спать, одну кнопочку нажимаешь, у тебя гаснет весь свет. Очень комфортно, очень удобно. Бич Близ Джуниорсю тоже, да, симпатичные номера, есть и диванчик. И вот здесь у вас отличия только по этажности. Первый этаж, второй и третий этаж. Если кто-то хочет повыше с панорамным видом, да, на Индийский океан, может быть, кому-то нравится первый. Вы открываете сразу выход с гостиной, и вы оказываетесь в своем внутреннем садике, причем достаточно очень приватном. Частями газон, песочек, пальмы, хвои пересекаются, поэтому территория отеля большая и очень красивая. Номера все очень стильные, можно посмотреть, как вылит Оушенскай, Джуниорсют тоже, да, у вас есть отдельно своя гостиная зона. Джуниорсют – это стандартная базовая категория номеров у нас. Здесь они по 63 квадратных метра, достаточно просторные, очень комфортные. Очень стильная ванна, сделана под немножко такой бохо-эко-стиль, на лапках, на красивых, на ножках она такая стоит, поэтому немножко такой вот он все-таки тематический, задорный, я бы сказала. Прекрасная возможность по барам и ресторанам. Четыре ресторана и три бара. Конечно, самый популярный – это Waves, который предлагает, можно, тоже концепция Dine Round, например, на обед или на ужин. Здесь вы находитесь с потрясающим видом на Индийский океан. В вечернее время вы недалеко также, да, например, от бара и сидите уже на песочке. Это тоже немаловажно, такое ощущение, что ты где-то уже на Мальдивах, то есть no news, no shoes. Можно сидеть в красивом платье, но без босоножек, без туфель. Вот, поэтому очень такой романтический ресторан. Ресторан Jade, он находится ближе, да, по азиатской кухне к нашему корпусу, к Nirvana, к которому мы сейчас уже тоже подойдем, посмотрим, как он выглядит. Waves предлагает блюда современные, точно так же делают барбекю из различных морепродуктов. Кумин – это ресторан индийской кухни, он как раз маленькая фотография. Если вы видите большие колонны, вот на втором этаже – это основной главный ресторан. На первом у нас находится возле бассейна ресторан Кумин индийской кухни. Ресторан Наман – очень большой, очень просторный. Это ресторан, который работает на завтрак и ужин шведский стол с отличной террасой. То есть завтракать там одно удовольствие, потому что ты еще на высоте, ты сидишь, созерцаешь красоты, переливается весь этот океан, птички поют. В плане еды просто изобилие, куча французской свежей выпечки, большой стенд с фруктами, один только стенд с кофе, что стоит от макеата, лата, различные сорта можно попробовать. Причем готовим блинчики, например, если вы хотите, там, глютен-фри, веганских опций очень много. Поэтому здесь голодными не останется точно никто, но именно качество еды, конечно, отменное. И не забываем, что он работает на концепции all-inclusive. Следующий – Latitude Bar и Papaya Bar, где можно, да, угоститься вкусными коктейльчиками, прохладительными напитками. Как раз Papaya Bar здесь видно в течение дня, там подают маленькие мороженые. Если гостям лень идти по солнцепёку, можно просто подплыть в бар, там есть небольшие стульчики, конечно, и такая прям прохлада, вот, насладиться вкусным мороженым. Здесь мы уже как раз подходим к корпусу Nirvana только для взрослых. Здесь у нас 51 номер концепции only adults, поэтому все молодожёны, все парочки. Мур-ту-жур здесь вот просто для мур-ту-жур, я всегда так говорю, потому что очень такая сразу другая энергетика в этом корпусе. Более размеренная, спокойная, нет детских криков. И прекрасно, как раз тоже вот на слайде видно, где у вас, например, выделена зона буйками, где можно плавать. Вообще побережье отличное, то есть для променады шикарно. Просто нужно помнить, например, гости, если хотят купаться, чётко по выделенным зонам. Если вдруг ножки у кого-то чувствительные, можно взять коралки. Я, например, с коралками заходила, кто-то у нас просто так плавает. И ещё немаловажно, что у вас в Nirvana тоже слева видно, где бассейн. У Nirvana есть отдельно свой ресторан. Например, если гости не хотят идти, они могут пользоваться абсолютно всей инфраструктурой отеля, но вдруг они не хотят идти в главный ресторан, где, конечно же, дети, где шумно, есть возможность позавтракать в своём собственном ресторане или как вариант заказать floating breakfast. Оставили такую, да, мальдивскую концепцию, потому что стиль и категория номеров следующим слайдом хочу показать. Nirvana Plunge Pool Hideaway. Вот здесь у вас немножечко такой отголосок нотки Мальдив. У вас прекрасный номер Nirvana Plunge Pool. Есть свой бассейн, можно заказать плавающий завтрак. Отдельно гостиная с видом, да, и с выходом сразу в сад внутренний. Очень стильные, классные номера. И действительно в номерах есть вот акцент такой, знаете, если это обычный вот где корпус, много бирюзового, такого вот морского, яркого. Поэтому он здесь, отель очень красивый. При входе заходишь, очень много цветов и лилий. Вообще в номерах это во всех, да, мы ставим обязательно свежие цветы. При заезде гости тоже получают welcome amenities. То есть очень он уютный. И для хорошей пятёрки цена-качество, и для его возможностей, конечно, отель стоит иметь в виду и рассматривать бронированию. Nirvana Romantic Alure, да, категория номера на втором этаже. Здесь она тоже с уютной террасой. И Nirvana Tranquil Bliss. Здесь немножечко такой вид на сад выходит. Давайте, наверное, посмотрим видео, как выглядит отель Le Meridian Il Maurice, который у нас, да, расположен на северо-западе. Надежда нам поможет поставить видео. Так, не оно, да? Сейчас, секунду. Нет, это Westin, да. Нам нужен Le Meridian. Le Meridian Il Maurice. Вот Le Meridian Il Maurice. Звук закреплен. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 направлено как бы на поддержание здоровья, здорового духа и хорошего настроения. Поэтому здесь, например, мы как вариант практикуем понедельники без мяса. Конечно, у нас концепция дайный раундер, отель работает на типе питания, все включено. Но, например, как вариант, у нас если работает ресторан, шведский стол, у нас очень представлено много различных всяких хелси-фуд, маленькие смузи, детокс-соки, там одна только по литру соков, детокс, чего стоит, то есть, пожалуйста, главное быть готовым. А то можно попробовать, например, концепцию понедельники без мяса. Конечно, если у вас мужчины, они хотят мясу быть, у нас совершенно потрясающие рестораны, которые в отеле расположены рядышком, можно выбрать и индийский, можно выбрать и гриль, или японский тоже интерактивный, как раз зону типаньяки, это как вариант. Также в отеле у нас, например, проходит Coco Wonders, это когда посвящен День Кокосу, и вам показывают, что можно, например, приготовить из кокоса. И действительно, на мое удивление, вот мне было интересно, я не видела, кажется, что уже можно сделать музыкальный инструмент. Скраб, настойки, жгут веревку, как его в древние времена, например, там в колониальной использовали. То есть у тебя такой День Кокоса, и тебе полностью для деток, это здорово, такая интерактивность. Свой зеленый сад со специями, с листьями салата, вот, все возможные детокс-смузи, например, также возможно попробовать вкусные сорта кофе необычные, которые, да, вам приготовит наш бариста. И у отеля много возможностей в плане, как бы, тоже питания. Например, для романтических ужинов используем такой красивый, такой красивый панорамный пирс Ocean Vista. Можно, например, сделать частную йогу, если вы хотите, можно в вечернее время сделать романтический ужин, причем она находится по отеле, это очень такое приватное место, рядом безумно красивая порода, и, конечно, вот этот сам такой вулканический камень на фоне белого песка и вот этой изумрудной воды, то есть какое-то буйство красок и безумная, да, такая гладь, горизонт Индийского океана. Закаты очень красивые, поэтому все романтические парочки, пожалуйста, опций и возможностей много. Есть тренер по бегу, можно назвать там гуру по бегу, пожалуйста, на разные дистанции, на разный уровень подготовок, вот, поэтому эта опция как вариант. Есть у нас небольшой спортзал, тоже можно, да, позаниматься, ну, конечно, кто прочитает бег и занятий на улице, воркаут, и, пожалуйста, есть такая же опция и возможность. Представлены всевозможные моторизированные и немоторизированные виды спорта, очень тоже удобно в ботхаусе, приветливые сотрудники, которые все покажут и расскажут, то есть если вы на дайвинг с экипировкой, вам тоже, да, там все организуют. У нас во всех отелях по расписанию два раза в день выплывает лодка на снорклинг и выходит глаз ботом, он выплывает также по расписанию, если вы с детками хотите, например, там на коралловый риф рыбок цветных посмотреть, это все глаз ботом, каякинг, пэдалбординг есть, да, то есть у вас есть меню, все помогут, все подскажут, это как раз рядышком, где у нас пирс небольшой, я, например, пробовала каякинг, пэдалбординг, нужен был партнер, чтобы крутить педальки, вот, поэтому очень здорово, можно прям отплыть и позагорать, и рыбок цветных посмотреть, вот, поэтому все заядлые сноркелы, пожалуйста, можно вот на сноркл-трип отправляться. Совершенно фантастический тоже спа, с большим выбором спа-программ различных, тихо-спокойная спа-зона, то есть можно выйти, например, после своей спа-процедуры, порелаксировать, помедитировать, различные есть, проходят как мастер-классы по мандала, когда, да, такой немножечко релакс-ретрит, когда вы разрисовываете эти мелкие красивые такие орнаменты, рисунки, чаще хилинг, стон-терапия, ну, то есть, пожалуйста, приходите в спа, выбирайте себе любую программу. Отличный детский клуб, который тоже работает у нас до полдесятого, есть няни по запросу, поэтому деткам не скучно в нашем отеле, и очень интересно, что действительно, вот сегмент людей, которые приезжают, это и пары могут быть возрастные, и молодые девчонки, очень много с детками, наши туристы тоже очень едут хорошо, ну, такие детки уже, наверное, постарше, с малышами, конечно, вот прям с крохами и в лимириде немного, но здесь на опцию, как вариант, да, то есть у нас для детишек, например, для малышей, в развлекаловках вся есть, если вы хотите, например, уже детки постарше, campfire night, можно разжигают костер и жарят маршмеллоу, мы, допустим, там, знаете, как сосиска в хлебе, здесь готовят маршмеллоу, все это на берегу, на Индийском океане, на свежем воздухе, как опция, например, для малышей покормить рыбок, вообще у отеля очень красиво ухоженная территория, на въезде растет, там, я не знаю, многовековой баниен 3, огромный просто, да, такая визитная карточка отеля, красивые пруды с японским карпом, причем карп это вот действительно как ручная рыба, поэтому только стоит бросить крошку хлебушка, вся рыбка твоя, детки любят очень такие развлечения. Есть возможность Ways to Ways, это различные программы по охране окружающей среды, здесь детям показывают в ателье возможность переработки старых вещей в новые, как их обновить, как оживить и что вообще можно сделать, чтобы, да, не сразу утилизировать вещи. Это тоже интересно, если это тинейджеры, пожалуйста, можно такую программу принять участие. В вечернее время номера, да, убираются, подготавливаются ко сну, и у вас есть различные эссенции, например, одна из, перед сном выдается лавандовый бальзам, который успокаивает и расслабляет перед сном. Давайте посмотрим, как выглядят категории номеров. Здесь также представлены категории номеров от более высокой категории номеров, да, сьюты будут представлены, бичфронт сьют, который у нас достаточно просторный, с максимальным тоже у нас размещением, два взрослых, два ребенка, и категория номера, посмотрим, бичфронт, он у нас 195 квадратных метров, то есть действительно очень просторный, отдельная ванна, несколько туалетов, даже очень удобно, что есть сразу выход, дверь на пляж, можно на улицу выйти, то есть номер, в котором, ну, иногда даже бывает сложно потеряться. Очень красивый такой классический стиль немножечко, да, с отголосками такого колониального. Прекрасный, да, у вас панорамный вид открывается, баниан сьют, здесь как раз у вас категория номера 160 квадратных метров, и в сьютах можно размещать до трех взрослых два ребенка. Самое прекрасное, что ты просыпаешься утром, у вас есть также услуги батлер-сервиса, вы можете позвонить, например, попросить, чтобы вас разбудили или принесли горячий шоколад. Я вот просто медитировала утром, проживая в бане на сьюте с чашкой вкусного, изумительного кофе, потому что ты сразу открываешь слайд двери, у тебя свежий воздух, очень красиво, очень здорово, огромная терраса, поэтому это прекрасно подойдет для семей данная категория размещения, то есть именно все наши сьюты, их у нас как раз три. Третий – это Wellbeing Suite, и здесь он уже 124 квадратных метра, два взрослых, один infant. Следующая категория номера – это Heavenly Family Junior Suite, 66 квадратных метров, он немножечко поменьше, чем три предыдущих, тоже пользуется хорошо спросом, когда с ними приезжают детки. Здесь у вас на маленьком слайде слева внизу видно, стоит небольшая такая софа, вот ее можно, да, кровать, убрать подушки и разобрать, и комфортно будет, допустим, там, да, для двоих взрослых и одного ребенка. А Heavenly Junior Suite, здесь уже это 63 квадратных метра, да, более классическая категория номера, также они отличаются немножечко поэтажностью. Turtle Day Junior Suite, тоже 63 квадратных метра, и максимальное размещение у нас, так, в Turtle – это два взрослых, и один ребенок, один infant. И Junior Suite – это стандартная база по категории номера, здесь у вас спокойно могут разместиться два взрослых, два ребенка, и номера очень комфортные, очень удобные, у вас есть кофемашины, бутилированная вода в стекле, очень уютный свой столик, прекрасный резной комод, поэтому, да, такой очень стиль ненавязчивый, номера очень уютные, сразу как раз приближенные к саду, вот на предыдущем, да, слайде видно, у вас еще небольшая зона террасы есть, можно посидеть, попить там, не знаю, чай или кофе. Как раз-то, если мы говорим уже о барах и ресторанах, у нас представлен ресторан Fusion, это японская кухня, ресторан Mystique, здесь как раз в Mystique у нас тоже прекрасно называется паназиатская кухня и ресторан Kangan и Beach Grill. Вот Kangan у нас тоже интересная кухня, как бы Fusion индийская, морепродукты, причем у нас три ресторана расположены рядышком друг к другу, это Kangan Mystique и Fusion, в Fusion у нас есть зона в японском ресторане типа ньяки, то есть если гостям, да, хочется попробовать, может быть, несколько блюд за вечер, там, несколько ресторанов посидеть, все расположено очень комфортно в одном месте. Рядом есть бар Beach Grill, причем, если вы видите, да, сзади вот камушки, туда приплывают черепашки, потому что это черепашья бухта. И, конечно же, отель, не отель, а ресторан Seasonal Taste, это наш основной, главный ресторан, где проходит все основное питание. Ресторан, он, да, с открытой террасой на свежем воздухе, с видом как раз на Индийский океан. Рядом находится очень красивый такой декоративный, как бы, пруд-бассейн, где плавают карпы, то есть после ужина можно сделать небольшой променад и, например, перейти в бар, где играет живая музыка. Вот, поэтому давайте, наверное, посмотрим видео, как выглядит наш прекрасный The Westin. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие коллеги, здесь, да, как раз посмотрели, немножко погрузились в атмосферу нашего красивого отеля The Westin Turtle Bay, который расположен в Черепашьей бухте. И в наших отелях работает концепция Destination Dining, что подразумевает под собой, что вы можете пользоваться инфраструктурой, посещать рестораны трех наших отелей. Sunset Rituals. Здесь, пожалуйста, у нас ежедневно проходят всевозможные интертеймент программы, развлекательные программы, играет живая музыка. И как раз это как традиция уже на Маврикии встречи, закатов, сопровождение живой музыки, различных мероприятий, посвященных этому. Сип Шейкен Стир, как раз то, что я говорила, в наших отелях работает прекрасный миксолог Джоанни Бальзани, который делает авторские молекулярные коктейли, которые стоит обязательно попробовать. Это что-то невероятное, это безумно вкусно. Есть возможность пользоваться гольф-полями. И здесь мы работаем со сторонними компаниями, в JW, в Lumeridia, в Vestini. Пожалуйста, вы можете приехать на гольф-поле, можете, допустим, уточнить это у наших коллег в отеле или у вашего батлера, если есть какие-то пожелания по гольф-полям. Делаем различные всевозможные программы семейного формата, потому что все три наших отеля, они предусматривают концепт семейного отдыха. Лимон Брабан обязательно стоит посетить и посмотреть красавицу гору, то есть находясь в отеле JW Marriott, вы всегда можете обратиться к батлеру, к консьержу, к консьерж-сервису и забронировать себе восхождение на гору. Как я говорила уже ранее в начале, здесь можно на несколько подниматься уровней, все зависит от уровня вашей подготовки. Выездные экскурсии на водопады, национальные парки, возможно сделать какие-то групповые выезды семейного формата, например, на велосипедах, тейбл-теннис, делаем настольный теннис. То есть у нас есть как раз программы, которые прекрасно подходят для семей. Это может быть и мини-футболы, бадминтон, какие-то семейные, так сказать, вылазки, выезды за территорию отеля. Детские клубы, которые предусматривают длительные часы работы, это еще раз повторюсь немаловажно, потому что хочется отдыхать не только детям, но и их родителям. Здесь у нас работают и няни по запросу, принимаемые в классическом формате в четырех лет без сопровождения взрослых. У всех детских клубов прекрасное оснащение и есть своя открытая территория, внутренний садик, детская площадка, горки, столики. Поэтому вашим деткам точно скучно тут не будет. Класс с ботом плавает во всех наших отелях. Эта опция бесплатна два раза в день. Возможность проведения кулинарных мастер-классов, причем из личного опыта это очень классно, это объединяет. И если вы едете с семьей или друзьями, стоит обязательно попробовать. Даже для не только детей и веселья, но даже хозяюшкам на заметку вы обязательно привезете с собой какие-то новые кулинарные навыки. Поэтому здесь, дорогие коллеги, наверное, все возможные на песке развлечения. Вот тут тоже в Лемеридии, я помню, как вечером уже в полдесятого, то есть до сих пор работает детский клуб, детки бегают, веселые, задорные, собирают крабиков по острову. То время, когда родители могут смело, просто спокойно отдыхать возле бара или ресторана. То есть дети все предели, все заняты. Есть возможность стрельбы из лука. И да, в нашем отеле The Westin или Лемеридии, если вы хотите попробовать свои навыки. Лемеридии на Westin также предлагают возможность, то, что я рассказывала, это тихой дискотеки, это даются обалденные наушники бумбоксов, в которых играет очень чистая и качественная музыка. Вы можете релаксировать, вы можете танцевать, и это не мешает другим гостям. И действительно, сначала мне казалось, звучит немножко странно, но когда одеваешь наушники, на самом деле погружаешься только в свой какой-то мир. И это здорово, это классно. Это мои личные ощущения, поэтому ими делюсь. Вот, гостям, я думаю, очень понравится. Destination wedding. Во всех трех отелях у нас есть возможность празднования свадеб. У нас есть большое свадебное меню, различные пакеты, поэтому тоже имейте в виду. Безусловно, Маврикия – это всегда, как рассматривалось, да, романтическое направление, такая дестинация, поэтому для юбиляров, renewal of woes, обновление клятвами, день рождения, любой повод, не только обязательно свадьба. Пожалуйста, наши коллеги в отеле будут рады организовать что-то очень милое и симпатичное. Дорогие коллеги, подписывайтесь на нас, пожалуйста, в соцсетях. Да, у нас есть фотогалерея, как раз с нами на связи в чате вы видите Наташу Выбер, моя коллега, директор по продажам кластера трех отелей, поделилась с вами ссылочками на фотогалерею. Мы также пришлем нашу презентацию. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, мы будем рады. И в завершении все-таки хочется последнее слово, но не забывайте про инсцентив, который действует, коллаборация у нас с OneTouch Travel, посетить чудесные Маврики. Поэтому бронируйте, не бойтесь, если у кого-то вдруг остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, дайте знать, с радостью отвечу. Продолжение следует... Других отелей Вестин и Лемеридин, которые стоят рядышком, они находятся... В Вестин у нас находится это Балаклава Виллоч, небольшая деревушка, вот и Лемеридин, это Фликан Флаг, вот туда ехать 10-15 минут. И что самое интересное, за территорией отелей есть много что посмотреть. Есть отличный шопинг, есть потрясающие бич-клабы. Наташа нам подсказывает Гранд-Бэй, которая живет 22 года на Маврикии. Вот, 15 минут от Гранд-Бэй. Ну, то есть 15 минут от Вестина или Лемеридина до центральной, так скажем, там, локации тусовки. Вот, Наташа, спасибо большое за подсказку. Поэтому скучно вам не будет. На Маврикии много что можно посмотреть и много куда можно съездить. Это могут быть и семицветные земли Шимарелли, это могут быть классические старинные поместья Шато, да, колониальные. Вот, поэтому вы на острове с качественным европейским сервисом. И это немаловажно, потому что очень много, помимо наших туристов, отдыхают и в Великобритании, Франции, Германии. Действительно, ты понимаешь уровень сервиса, который предлагается, да, и который предлагают наши отели. Вот, поэтому, дорогие коллеги, что офигительный остров, я с вами согласна. Я в него тоже очень влюблена. Маврикии, он потрясающий. Если еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, коллеги. Надежда, большое спасибо за такой интересный вебинар, за такое количество информации. Коллеги, у вас еще есть несколько минут, можно задать вопрос в чат. Для всех, кто вдруг что-то пропустил или не спокоится о том, что пропустил, у нас будет выложена запись вебинара в наших каналах в YouTube и в YouTube. Поэтому можете найти и пересмотреть, да, показать туристам. Также, кому нужна будет презентация, с радостью с вами ей поделимся. Нужно будет написать на адрес агентского отдела agency.sobachka.vontouch.travel и всю информацию мы вам вышли. Ну что ж, всем большое спасибо за участие. Вопросов я... Так, да, еще поступил вопрос по сезонности. Сезонность GWM РОТ явно ли выражена? Нет, явно не выражена. Это будет наше комфортное лето. Температура 25-27 градусов. Это неподветренная сторона. Вы ограждены горой Лиморн. И температура воды где-то 24 градуса тепла. То есть можно купаться смело и спокойно. Эта температура очень комфортна для того, чтобы передвигаться по острову. И не таять в жаре. То есть нет такой яркой выраженности. То есть вы можете GW бронировать круглогодично, спокойно. И, например, в летний период действуют очень хорошие акции, спецпредложения, которые отели выпускают. Ну, это вот, да, из возможностей, из плюсов в комбинации, если вы поедете, например, летом. Ответила вы же на вопрос. Дорогие коллеги, если еще есть вопросы, кто-то что-то еще хочет спросить или хочет задать, мы с радостью ответим. Так, пока у нас с вами в чате тишина. Да. Но смотрите, да, и все материалы будут предоставлены, все вопросы есть. Мы поделимся обязательно, да, инфоматериалами. У вас также, пожалуйста, обращайтесь к Надежде, можно написать. Не всегда на связи с нами Наталья. Вот, поэтому если кто-то вдруг еще что-то вспомнит, что хотел или забыл спросить, всегда рады. Мы на связи. Да, коллеги, конечно, пишите, повторюсь еще раз, да, на адрес агентского отдела. Сейчас адрес на всякий случай вдруг, кто забыл, скину в чат. Пожалуйста, напишите, кому нужна будет запись, да, репрезентация, всем поделимся. На этом с вами прощаемся. Желаем всем хорошего продолжения рабочего дня и ждем вас на последующих вебинарах One Touch and Travel. Надежда, вам еще раз огромное спасибо за вебинар. Спасибо, Надежда. Спасибо, коллеги. Желаю хорошего дня всем. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok